Саня, вот как-нибудь можешь приклеить? Да, да, да. А, вот это невозможно. Получится. Он потом... И вот и горучит! Пока у нас ситуация такая. Саня вообще не делает дела, которые ему не нравятся. Поэтому он не выгорает. Оксана, покупай себе трусы. Если коротко. Вот вначале, кто не любит смотреть весь подкаст, можете одно предложение посмотреть. Всем привет! Это канал 100 Балли Репетитор. И очень круто, что мы сегодня собрались в вот такой вот компании. С нами Александр Кассио, Саша Айбонит, Александр Золотухин и Оксана Сергеевна. Оксана, преподаватель по русскому языку, замечательного курса Гуляка. Вот. И меня зовут Эрик, я преподаватель в школе «Собальный репетитор» по математике. Здравствуйте! Здравствуйте! В общем, мы что, собрались сегодня, чтобы обсудить интересную тему выгорания? Почему сейчас? Потому что, ну, год приближается к концу, и вот каждый год, я не знаю, как у вас было на курсе в прошлом году, но у меня ребята в декабре потихонечку переставали делать ДЗ, и, ну, то есть, там, процент вообще сдачи стал падать. Вот. И кажется, что в этом году, может, там, ситуация повторится в плане того, что ребята будут подвыгорать, и вот надо подумать, можно ли с этим как-то справляться или нет. Ну да. Да. Но вначале давайте поговорим просто о нас. Давайте о нас тоже. Давайте. Как? Кто начнет? Как, Оксана, с выгоранием? Ну, как я уже говорила, тут вот Эрику и Сане признавалось, что на самом деле не очень всё хорошо, то есть у меня, ну, я не знаю, как это правильно называется, я не врач, выгорание или не выгорание, но мне даётся сложно совмещать, наверное, работу и аспирантуру, потому что когда ты полностью... У меня бывают такие даже недели, я вообще не касаюсь аспирантуры, я вот только работаю, 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 и мне это действительно нравится, потом в один прекрасный момент мне там приходит письмо от научного руководителя или там... Ты где? Да, ты где? Что случилось? Куда вы пропали? Конференция, статья и так далее. Вот, и это, конечно, сложно. Ну, наверное, выгорание возникает из-за многозадачности, мне кажется, школьники, наши ученики тоже с этим сталкиваются, когда пытаются совмещать школу и подготовку к ЕГЭ, ну, потому что мы с вами знаем, да, что это две разные совершенно вещи, вот, и... А в чём проявляется у тебя выгорание? Ну, то есть как ты это чувствуешь, как ты переживаешь? Во-первых, у меня сбивается режим, то есть я не хочу вставать. А вообще? Нет, ну, и чтобы не вставать, я не ложусь, то есть я... Что? Прикол. Ну, типа, допустим, три ночи я могу спокойно там делать стрим, допустим, который... Готовится к стриму. Да, и это не за то, что он там завтра, и мне нужно срочно это сделать, а просто... Потому что я не хочу там делать какое-то другое дело, и вот у меня сейчас работа, и я чувствую, что вот... Вот всё, у меня куча энергии. И ты не хочешь спать ложиться? Я не хочу ложиться спать, да. А фильмец, посмотри, что-нибудь такое. А не, тоже не хочу. Ну, типа, фильмец хорошо, но для этого... Ну, то есть я чувствую, что если я сейчас посмотрю фильмец, потом я буду два часа ещё загоняться, а там, какой прекрасный Ди Каприо, или что-то хотел сказать, там, режиссёр. Вот, да-да-да. И потом я встану утром, и у меня не будет сил или какой-то энергии для, например, аспирантуры. А во сколько обычно просыпаешься? Ну, вот если я ложусь три ночи, я там в десять стою. Если я там нормально ложусь, я там в восемь стою. А чаще всего ты поздно ложишься? Ну, вот сейчас, да. Сейчас вот у меня тоже вот сентябрь-октябрь было всё отлично. Наверное, как и учеников, то есть прям... А вот сейчас у меня скоро конференция и курс, ну, так же я постоянно делаю, как и вы тоже. И сейчас у меня вот тоже, как и учеников, начались проблемы. Мы даже, знаете, у нас здесь беседа в ТГ, и мы там в два ночи. Я русский ботаю, я говорю, я там то ботаю. То есть мы как будто товарищи, да, то есть... Живёте вместе, один биологический ритм у вас, да? Один ритм как будто, да. И это, с одной стороны, хорошо, но, с другой стороны, я понимаю, что... Но это не твой ритм, да? То есть для тебя это противоестественно? Сложно, да, мне сложно. Именно психологически сложно, именно из-за этого я начинаю чувствовать выгорание. Просто вот как ты говоришь, я так живу обычно. И то, на самом деле, я в этом году прям сделал большое усилие, я начал просыпаться в одиннадцать. Я всегда просыпался в час-два раньше. Сейчас я начал просыпаться в одиннадцать, начал встречу с двенадцать. То есть у меня работа с двенадцать начинается. И засыпать стараюсь там, ну, тоже к трём. Мне вообще нужно обычно девять часов для того, чтобы выспаться. Поэтому в два, в три, если я ложусь... В два ложусь, я вообще прям суперсвеж, да? Если в три, в три тридцать ложусь, я только чуть-чуть немного подразбитый, но в одиннадцать всё равно стараюсь вставать. То есть для меня это просто обычный режим. А тебе это выбивает. Да, но я ещё на тренировки хожу, и тренер постоянно меня контролирует и пишет там в двадцать три ноль ноль. Чё, уже спишь, ну, типа, ну, что считается, что какие-то гормоны вырабатываются с двадцати трёх до четырёх утра. И, типа, лучше проснуться в пять утра и ботать, чем в три ночи сидеть. Ну, я вот... Ну, может быть. Я на самом деле в это не верю. Мне кажется, лучше, как тебе лучше. Как тебе нравится жить, так и живи. Я тут всё время рассказываю о Фиджеральд или Фиджеральд. Ну, вообще, я говорю Фиджеральд. Чего? Фиджеральд, на И, да. Первый раз слышала вообще, да? Ну, у меня в универе... Ладно, короче, у Фиджеральда есть рассказ про двух бизнесменов-компаньонов. Один из них был Жирным. Я просто очень часто рассказываю эту историю. Да, я уже знаю. И он просыпался всё время, ну, условно, к обеду, шёл в офис и работал. Вот они работали в таком режиме. Потом его компаньон, он был худой, вместе с женой Жирного начали на него давить, что надо приходить в офис к восьми, потому что нужно расширять бизнес, ну, как бы мы сейчас можем вообще заработать. И вот они начали на него давить, и он месяц начал приходить в офис к девяти, и через месяц умер. Очень наглядная история. Ну да, то есть... Я такой, типа, вот, я не хочу быть этим жирным. Не в плане веса, а здесь всего-всего. Жирным-то быть заебись. Я просто хочу высыпаться. Ну, свой режим... Короче, поддерживать свой режим — это важно, да? Да. А почему ты не ложишься? То есть у тебя тревога какая-то есть? Что ты не даёшь всего? Тревожность. О постоянной тревожности, вот я уже сказала, какой-то психологический барьер перед завтрашними делами бывает. А, тревожность из-за того, что у тебя много, как бы, дел нужно сделать, да? То есть сегодня я такая... Ну, там, у меня там есть, там, три дня, допустим, для работы. Понедельник, торник, среда. Я только работаю, только стримы, общение. А в четверг и... Ну, сегодня не получилось, да? Я стараюсь как-то учёбой заниматься, чтобы как-то жизнь свою разделить. И когда я в среду, там, делаю стрим по итоговому сочинению на воскресенье, я, типа, такая, рада, там, всё такое, и не хочу ложиться из-за того, что в четверг мне предстоит там делать совершенно другое, понимаешь? Вот. И из-за этого, наверное, у меня сбивается режим. То есть я не могу, как такой, проснулся, улыбнулся, в полночь лёг и проснулся в восемь, чтобы потом ботать другое. Хочется отдыха какого-то, да? То есть вообще по-хорошему, ребят, должен быть один полноценный выходной. Очень есть? Нет. И было бы круто, если бы я его делала. То есть, например, в среду, да, там я заканчиваю работу над курсом, в четверг у меня только выходной. Грубо говоря, там, в пятницу, там, у меня там то. Просто субботу в откройми и меня опять стримы. Поэтому я не могу. И в субботу воскресенье, да. Поэтому я не могу, к сожалению, себе выделить пока что выходной. Надеюсь, через год у меня будет. Не-не-не, у тебя не будет. Не будет через год? Почему? Ну, у меня будет еще. У тебя никогда не будет выходного. Ну, потому что ты так живешь. Когда я окончила спирантуру, нет? Не-не-не-не-не-ничего, не будет тебя выходного никогда. Пока я сама сейчас не скажу. Это не зависит ни от чего. Наличие выходного не зависит от количества дел, которые у тебя есть. Оно зависит только от твоего решения сделать себе выходной. Нет решения — нет выходного. То есть у тебя дела, ты всегда можешь придумать себе дело там, я не знаю. — Не всегда. — Ну, в Икею будешь ездить, а нет уже нет. — Нет, не буду. — Ну, типа, я не знаю. Ну что, будешь всё равно делать какую-то херню. — Возможно, я просто такой человек. — У меня первый сейчас год, когда у меня появились выходные, и у меня их два. — Два? — Вообще два выходных, представляете? У меня тоже две работы. — Ну, ты прям честен перед собой? Ты реально ничего не делаешь? — Да у него выходные знаешь какие? — Ты что-то делаешь? — Я сегодня работаю до трёх, у меня выходные. — Не-не-не, на самом деле, вот почти весь октябрь вообще держался, ничего не работал, даже таблички стараюсь не смотреть. — Ну, ты уехал-то, понятное дело, когда здесь-то не работаешь? — Нет, на самом деле, почти-почти нет. Ну, у меня есть возможность там куда-то съездить, что-то поделать, куда-то сходить. В общем, суббота-воскресенье прям реально. Ну, тоже две работы у меня, я и преподаватель, и предприниматель, и... Ну, всё в течение недели просто расписано. То есть я как вёл себе сейчас календарик, и у меня прям... Но я могу переключаться между задачами, то есть я могу решать бизнесовые задачи, и потом я делаю до занятия, у меня есть там два часа перерыва, и в это время обычно обед, там, ещё что-то, и потом... — Ну, тебе хватает вот этих двух часов, чтобы переключиться? — Да, да, да. И то я, скорее всего, чаще всего в эти два часа ещё что-то успеваю делать, но всё равно я нормально переключаюсь с одной работой на другую, поэтому... — А у тебя в воскресенье нет стримов разве? — Есть. А, нет, но во вторник открыт. — У меня, да, у меня открытый веб во вторник. — У меня два веба в воскресенье из-за итогового, потому что я же итоговое веду для ребят своего курса, ну и сейчас вот для всех ребят. Но когда итогового не будет, может, у меня будет полдня выходного в воскресенье как раз перед... — Ну, это не получится так, Оксана, всем рекомендовать выходной делать, а сама не делать. — Ну, сама не делать, ладно. Обещаю, что после сдачи итогового что-нибудь с этим сделаю. — Да, отлично. Мы потом проверим. — В декабре. — Сашка, что же с тобой? — Да, расскажи. — Да, ну, значит, что я могу про себя сказать? Я вообще такой человек достаточно медлительный, немножко тормозной, но мне это нравится. То есть я вот как раз не люблю что-то делать быстро, мне вот нравится. Вот я сел, я такой думаю, вот что бы я рассказал на стриме там завтра. И я вот люблю долго посидеть, посмотреть это, почитать это. — Вот в чем секрет. — Составить этот Google файлик какой-то, ну, распланировать вебинар. Потом думаю, а вот в этом месте было бы прикольно что-то показать. Посмотрю там, что другие показывают в этих местах. Начинаю смотреть там видосы какие-то на Ютубе, учебники читаю, вот. Нахожу там какие-то прикольные. О, вот было бы прикольно сделать эту штуку. Потом берут, делаю эту штуку. И, ну, понимаешь, это, ну, ненапряжное такое дело. Это, ну, реально приносит удовольствие. Я там сижу, чуть-чуть ковыряюсь, там какой-то кружок самоделки на меня получается. И, ну, я реально от этого кайфую. Вот. Но, естественно, все время в таком темпе жить нельзя. Иногда приходится вот что-то прям быстро-быстро-быстро. У меня, допустим, там созвон с Димой Маликовым, потом созвон со старшими кураторами, потом нужно проверить домашки. Это почти все время я делаю классную работу, потому что там постоянно какие-то косяки всплывают. И если... Я... И если сейчас у вашей домашки есть косяки, то это он не досмотрел. Ну, да, да, реально. Взял на себя ответственность. Не, ну, понятно, что у меня там целый штат этих проверок. У меня есть первая проверка, ну, там, с составителями. Потом вторая проверка. Еще один чувак просто перерешивает с нуля. И даже спустя эти две проверки все равно остаются косяки. Еще Олег свои добавляет. Вот. Так что это, ну, дела такие, которые мне приносят меньше удовольствия. И вот из-за этих дел приходится вот так вот прям, ну, еб***ь, говоря. Вот это я, конечно, не очень люблю. Но... Не, на самом деле тоже люблю, но это немножко высасывает из меня энергию, так сказать. А ты вообще сталкиваешься с выгоранием, переутомлением? Есть такое у тебя? Как оно, может, проявляется? Ну, знаешь, я последний раз чувствовал, что я вот уже все подыхаю. Ну, вот где-то, наверное, три года назад, когда мы первый год Эбонита запустили. А, ну, у тебя там курсов было вообще? У меня было годовой Эбонит, полугодовой Эбонит, математика годовая, полугодовая математика. И оффлайн-уроки. И ДВИ-курс годовой. И оффлайн-уроки. И десять групп оффлайн-уроков. И вот там я... Я, знаешь, я с одной стороны очень много всего делал, а с другой стороны я просто вот как-то бездумно вот так переходил из одного состояния в другое. И, ну, ничему не отдавался полностью, ничего не делал так, чтобы вот действительно кайфовать от этого, как вот я кайфую от того, что я готовлюсь к уроку Эбониты. То есть вот тогда это было выгорание. А сейчас для меня работа, это как бы за счет того, что в ней очень много разных направлений. Вот я когда читаю там учебник какой-нибудь или смотрю там какие-то эксперименты, я отдыхаю. Ну, я получаю удовольствие в каком-то смысле. Я когда там делаю эксперименты, я другой тип работы делаю. Когда общаюсь со своими работниками, третий, из-за того, что много-много разных, ну, такая работа многоплановая. Вот поснимался с Маратом, обожаю снимать. Вообще просто. Марат, это не... Это не из Бразерс. Да, да. Ну, Марат аж пиратом, короче. Вот. И Марат там еще как-нибудь круто свет поставит. Поближе к микрофону. Да, блин. Марат еще как-то круто свет поставит. Я там придумал прикольные темы и потом там заснял. Думаю, вот так круто получится, наверное. Потом жду это. А, и каждый день я жду нового видоса. Он выходит, и я всегда его смотрю. Лайк ставишь себе? Думаю, блин, какой же я красавчик, так классно всех делал. Вот думал, что не очень получится, а вышло идеально. Вот. И, не знаю, вот как-то постоянно со всех сторон чем-то подпитываюсь в работе и особо утомления не чувствую. Ну, потому что занимаешься чисто любимым делом, получается. Любыми. Любимыми. Делами. А у тех нескольких. У меня просто, ну, как-то работа одна, но она разноплановая. И почти все из того, что я делаю, мне нравится. Я думал, как перенести это все на жизнь ученика старших классов. Ну, типа, ну, вот человек, он же готовится к ЕГЭ не потому, что ему хочется готовиться к ЕГЭ. Это не самое большое желание. Ну, типа, это вынужденная какая-то мера. То есть, ну, тебя никто не заставляет работать. Ты просто работаешь, потому что хочется работать. Ну, да. А когда тебе нужно работать? Ну, вот, вот, знаешь, бывает, что мне нужно много всего сделать, и я не успеваю вот к этому как-то подготовиться, как я хотел изначально, и приходится импровизировать. Вот тут я вот перехожу через себя уже. Вот для меня это уже страдание какое-то. У тебя бывает, когда нужно что-то сделать? Когда не хочется? Я говорю постоянно, ну, даже не нисколько в работе, потому что работа действительно, как Саня сказал, ну, как многие из нас, да, говорят, мы же не только вот преподы. Если бы я работала в школе, я бы не работала просто в школе, потому что, да, мы бы вот реально были, ну, училками. А мы же здесь там, как сказал Саня, и снимаемся, и то, и посты пишем, и как-то друг с другом общаемся. Это очень интересно. Но я же говорю, у меня пока что есть вот ещё, ну, как и у Кати, тоже вот это вот. Вот в этом мы с Катей похожи на школьников, потому что, по сути, мы ещё не завершили процесс обучения, потому что аспирантура это тоже этап обучения, хоть и высший. Поэтому приходится вот именно переступать через себя почти каждый раз. Не потому что мне не нравится мой факультет, там, предмет, а потому что очень много формальности. То есть написание диссертации, это, конечно, важнее, чем ЕГЭ сдать, но процесс примерно похожий, потому что есть очень много формальных штук, которые ты должен написать, хоть ты и не очень хочешь их писать. Вот. И вот что в такие моменты делать? Что делать, если есть вещи, которые вот не хочется делать? Я в такие дни, когда я занимаюсь диссертацией, очень многое себе позволяю. Я понимаю, что школьники не могут позволить. Типа, вот, не знаю, не ограничиваю себя в еде. Ну, это не значит, что я жру чипсы там, и там, не знаю, что там, пью добрый кола. Ну, не знаю, какую-нибудь, не знаю, могу там заказать себе там кучу ягод. Вот это ты негодяйка! Нет, это наоборот. Это не потому, что я делаю то, что запретно. Это потому, что я делаю... А в обычный день ты не можешь заказать? Могу, но это не будет... Ну, это типа, знаешь, будет, ну, я работаю, закажу. А когда я занимаюсь аспирантурой, меня так всё бесит, что мне обязательно нужно, чтобы у меня были тут ягодки, тут какая-нибудь новая шмоточка, тут кино. То есть вот какие-то я разбиваю всегда свой день. Работать я могу целый день вообще не выходя из дома. А заниматься учебными делами я так не могу. Поэтому я постоянно разбиваю свой день. Типа вот ты сделал часть, дальше ты позволяешь себе прогулку. Если ты сделаешь ещё часть, ты пойдёшь и закажешь себе новые трусы. Если ты сделал там ещё часть, ты там пойдёшь поужинать в ресторан. Слушай, а время-то откуда взять вот на это всё? Ну, я примерно выделяю себе 5 часов. На что? Ну, вот чтобы была только работа. Я включаю приложение Forest для концентрации. И вот я говорю, в день мне нужно 5 часов сидеть и работать. Вообще ни на что не отвлекаться. И если я это выполняю, я как-то себя награждаю. Вот. У меня такой договор, наверное, с собой. Если я не выполняю, я не награждаю себя. И всё. Прикольно. Да. Ну, не знаю, поможете это ребятам? Пока у нас ситуация такая. Саня вообще не делает дела, которые мне нравятся. Поэтому он не выгорает. Оксана, покупай себе трусы. Если коротко. Вот вначале, кто не любит смотреть весь подкаст, можете одно предложение посмотреть. Не, ну я знаешь, у меня вот иногда бывает, что вот я понимаю в какой-то момент, я хочу посмотреть вот этот сериал. От начала до конца. Я вот весь день живу с этой мыслью. Я работаю, вот всё такое. Бывает такое, да. Да, но потом наступает вечер, я такой, надо быстрее уложить детей и посмотреть это все. И ты их просто вот так чуть придушиваешь, чтобы они отрубились. Самое быстрое способ. Чай с коньячком. Снотворное не работает уже. Просто сон на артере передалёт. Да, я вот в общем ложусь и смотрю этот сериал. Вот смотрю, смотрю, смотрю. Потом три часа ночи. Я такой, супер, я сейчас отрублюсь за секунду и завтра вставать в семь. Класс. Потом просыпаюсь, такой, ааа. Вот так вот просто глаза. Вот опухшие мешки. Я такой, не зря досмотрел. Вот. Ну и, не знаю, мне вот это приносит удовольствие. Но потом, когда недосып накапливается, удовольствия становится всё меньше, а страданий становится всё больше. Я понимаю, вот я сейчас могу начать там смотреть этот сериал, но мне так хочется спать. Может, я вот сегодня пораньше лягу спать, и у меня, знаешь, как-то запойно вот это получается. А вот потом я беру и каждый день засыпаю в одиннадцать или в десять. И вот встаю всем вообще огурчиком. Ой, как же хорошо высыпаться-то вообще. Вот так и нужно, ребята. Берите пример Сани. Засыпать в одиннадцать, проспаться в семь. Ну, в школу пораньше, наверное. В десять? Я в десять засыпаю прям вообще час. Дядь Саша. Ну, там детей уложил и тоже заснул. Раньше их. Да, ну реально раньше иногда. Да, понятно. Ну, Эрик, у тебя же тоже, наверное, бывают какие-то такие периоды. Ты про себя не сказал, когда ты выгораешь. Да, да, у меня бывает выгорание. Я, кстати, заметил, что это вот осень как раз. Я это связываю, ну, с такими вещами, типа витаминов там не хватает, солнца не хватает. Кстати, я посмотрел количество солнечных дней в Москве, оказалось восемьдесят семь в году. Представляете? Ужас. В Оренбурге их было сто тридцать. Ужас. То есть в Оренбурге вообще поинтереснее в этом плане жить, попроще. Вот, но да, октябрь, октябрь, ноябрь, я вот всегда такой бешеный на иголках, много чего раздражает, и вот у меня выгорание так оно проявляется. То есть у меня, ну, у меня бывают моменты, когда мне ничего не хочется делать, здесь я как-то научился с этим работать, я просто, типа, ну, не хочется, ну, ладно, всё равно буду делать. Ну, просто делаю, не знаю почему. Просто иду и делаю, всё. А вот, когда вот это всё раздражает, тоже мешает и отвлекает. Последние два года чуть-чуть у меня лучше в этом направлении, потому что я, ну, можно на солнышко съездить куда-нибудь. Понятно, что тоже не у всех пока есть такая возможность у ребят. Но, да, мне помогает. То есть я в том году там уезжал, в этом году тоже получилось уехать, и когда ты там окунаешься на какое-то время в плюс 30 градусов и суперсолнечную погоду, как-то и планёрки пободрее проходят, и ты такой просто не нужно, и голос повышает, ты просто сидишь такой, да, ребят, всё сделаем, всё классно, с Ангрии попил перед планёрочкой, и вообще всё хорошо. Это чуть влияет на работоспособность, то есть дела не идут быстро, вот в такие моменты, когда ты на расслабоне, поэтому я бы не мог бы всё время проводить в таком режиме. Но вот находить, понимать, когда у тебя просто энергия уже падает сильно, нужно дать возможность организму её пополнить как-то. Вот, и для меня это солнышко оказалось. Но наверняка у каждого есть какие-то свои вещи, то есть как бы, чтобы я делал другое, я не знаю, может быть, в компьютер бы играл, кстати. Я тоже вот люблю иногда во что-то. А это вам помогает? Типа, знаете, когда я отдыхаю и смотрю сериал, это вообще какой-то непродуктивный, что ли, отдых, потому что мне потом ещё хуже как будто. Вот такое ощущение, как будто я не сериал там смотрела, а просто залипала там в ноут, не знаю, переписывалась по работе в Телеграме. Вот у меня залипание, оно мне точно не помогает. Это я уверен про себя. То есть я когда, типа, в ТикТок вот был, я удалил ТикТок, вот иногда сидишь такой, ну ролики по пять секунд, ну что это такое, пять секунд, да? И всё, два часа прошло, и такой типа, и башкала такая просто, она полная, забитая. Вот у меня так от сериалов тоже. Ну у меня от кино, от кино нет, я отдыхаю. Ещё больше, я отдыхаю там, когда с сыном побешусь, конечно, это вообще прям супер отдых. Сидим чуть кувыркаем, прыгаемся там. Да, с детьми тоже прям. С животными говорят ещё, типа, очень полезно общаться. Ну у родителей есть, но вот у меня у самой нет. Гладить кошечек, собачек. У меня есть собака, да, мячик ей покидать. Ну, наверное, ну короче, мне кажется, что надо всё комбинировать. Здесь компьютер, по-моему прикольно, даже на самом деле выпустить ту какую-то агрессию, которая есть на персонажа в игре, ну, лучше, чем в жизни. Классно ещё прогуляться, да, просто пройтись. Прогуляться отлично. Ну это впадлы вообще, да, вот так. Это одеваться надо. Боже, летом как хорошо было. Летом, сентябрь. Я гуляла каждый день, сейчас сложно с этим. Ну я вот с утра детей вывожу, прям вообще с кайфом, кстати. Вот когда супер рано встаёшь, то уже как-то, ну не так впадлу. Вот проснулся и сразу пошёл гулять, не так впадлу. Ну как, куда, вот сколько ты ведёшь детей до сада? Полтора. Полтора часа, это ты просыпаешься. За полтора часа просыпаешься. а ведёшь ты их сколько по улице? Гуляешь ты. Минут 10 туда. Мне больше не надо. Прогулка. Гуляка получается. Гуляка, да. Получается ты гуляка. Ну мне больше не надо, я вообще не люблю прогуливаться, это вообще... Ну говорят же, нужно 10 тысяч шагов. Ну я знаю, надо ходить, гулять там, ну и вот мне не нравится. Ты в толчок 10 раз ходишь, и уже... Да, уже там... Уже 100. Просто половина из них под себя, но... Так, а что, что может вообще помочь? Что расслабляет? Ну я не понимаю, в итоге ты там посмотрел какой-то сериальчик и делаешь просто работу, да, и всё, и как бы ты в таком состоянии можешь 5 лет работать, типа спокойно. Да, ну и не, я ещё, знаешь чё, я ещё вот, у меня есть дни, когда я музыкой занимаюсь, это тоже... Вот это, да, вот. Я вот прям, я вот прихожу и вот как-то вот всё изменяю. А ты регулярно это делаешь? Вот тоже самое музыка. Ну вот смотри, я вот просто как заболел сейчас в сентябре, я не ездил, потому что не хотел заразить, ну просто как-то, как ты будешь петь, когда у тебя севший голос? А так я по субботам обычно езжу. Как Федук. Обычно ты ездишь каждую субботу. То есть раз в неделю у тебя есть такая штука, где ты там... Да, полдня я занимаюсь творческом. Теребуркой. Вот. На своей балалайке. Да, ну и в общем, это, ну знаешь, какое-то ощущение, что вот, не знаю, что-то такое неземное из тебя исходит, и вот ты как-то всю свою душу вкладываешь во что-то, и делаешь что-то, что потом останется после тебя, ну не знаю, что-то такое возвышенное чувствуешь. А выходной у тебя есть? Вот. Суббота — это выходной для тебя, или что-то там еще делаешь? Ну, суббота, если я не должен ничего делать по работе, прям срочно, то я занимаюсь, ну на репетицию еду. Вот так вот. Ну вот просто сидеть, тупо, ну, лежать на диване, там, поиграть в комп, тоже прикольно было бы. Иногда тоже себе это позволяю. Вот. Но не часто, конечно. С детьми ты гомаешь еще? С детьми я, на самом деле, почти не гомаю. А почему, когда я прихожу к тебе в гости, ты все время уходишь от меня к детям и играешь с ними в компьютер? Ну тогда просто игра была прикольная, им очень нравилось, и они, ну просто сами увлечены этим были. Да-да-да, сами. Он такой, дайте я вам помогу, ребята. Не хочу с этим сидеть, дяденькой. Да, но сейчас они не играют, честно. Но с детьми я просто, не знаю, как-то прикольно время там провожу. Вот сейчас уроки стал делать, мне так нравится, кстати. Сижу там со Степой, что-то там. Вчера он там ручкой прорисовал тетрадь, и там, короче, дырка. Я такой взял, скопировал карандашом, как будто вообще это, ну, как будто машинка печатала и наклеил. Вот прям удовольствие получил. Не понял, что ты сделал. Ну, там, короче... Короче, ты все исправил. Да-да, я сам нарисовал то, что было в учебнике. А, окей. Как будто так и было. А тебя что в итоге развлекает и от чего ты отдыхаешь? То есть, условно, ну, от сериала ты, я так понял, не сильно расслабляешься, отдыхаешь. Да, потому что сериал это такой, ну, как вы знаете, продукт, который затягивает. Ну, то есть, когда ты смотришь, тебе этого недостаточно. Ты не получаешь удовлетворение. Я когда смотрю, я не думаю ни о чем. Я там не думаю о героях. Я такой, типа... Я всегда думаю. Вот, вот. В этом, наверное, моя проблема. Ну, это не проблема, это ты по-другому смотришь и, может, для другого смотришь. То есть, я посмотрел кино и вот я забыл про него. Я ходил вчера на спектакль и вчера вечером такой лежу уже ночью. Я такой, блин, а чем был спектакль? Ну, типа, ну, я вспомнил потом там что-то. У меня больше цепляют какие-то мысли, идеи, но я вообще не помню ни сюжетов, ни героев, ничего вообще. Ну, у меня, наверное, просто профессиональная деформация. Потому что, когда ты воспринимаешь, ты всё как произведение воспринимаешь, как текст. И, наверное, но при этом я же тоже, как и Саня, люблю, ну, вот, свои предметы, так скажем. И я очень часто действительно отдыхаю в театре. И даже врачи говорят, что вот именно театр почему-то вот даже не сериал, не кино, а именно театр вот какое-то терапевтическое действие на человека оказывает. Вот. Мне очень нравится. Ещё нравится слушать музыку. Но вот именно, когда кто-то её исполняет, и, ну, живой. Да, не в баре, где все орут, а вот чтобы тихо сидеть, ну, в консерватории или в каком-нибудь зале. Мне очень нравится. Ну, просто, и тогда ты отдыхаешь. Или вот в храмах католических. А ты на что тогда ходишь? Просто на вечера классической музыки, там разные композиторы, нет какой-то определенной программы, бывают. Да, но я хожу не так часто, как мне хотелось бы. Вот, но... Я, в театр хожу регулярно. Если я в Москве, мы каждый четверг ходим в театр. Я хожу в театр очень избирательно. Зависит от режиссера, от театра, от спектакля. Потому что я в студенческие годы, может, я вам рассказывала, я каждый день была одно время, когда я каждый день ходила в театр, были льготные билеты. И я, в принципе, знаю всех основных режиссеров, кто есть кто. И я очень такая придирчивая, наверное, как вы знаете, и мне сложно выбирать. А когда я выбираю, там вот Богомолов, новый спектакль, я точно иду. Я там могу купить билеты за полгода, они мне будут лежать. А вот так вот, ну, сложно мне выбрать, потому что я знаю, что, ага, я ходила два года назад, я знаю, что это херня, а он там сделает то, и это плохо. Вот. Поэтому здесь мне тоже хотелось бы ходить чаще, но сейчас, к сожалению, многие уехали, режиссеры и актеры. Богомолов никуда не уедет. А я знаю Богомолов, да, театр на Малой Бронной регулярно. Малая Бронная, я обожаю, кстати, один из моих любимых, ну, самый любимый. сейчас же там... Там шампанское нормальное. Да? Ну да, там же все сделали, ремонтик красивый. Вот давно не был, кстати. Ну, вот сейчас же там Богомолов, худрук, они начали подсовременность немного косить, ну, вот. Раньше был вообще, я еще помню, ну, наверное, ты тоже помнишь его, я еще когда в школе училась, нас привезли на Всерос по литературе, Вышка организовывала Всерос, и нам бесплатно подарили билеты на бесов Достоевского в театр на Малой Бронной. И спектакль делали студенты. Не помню, в МХАТе или в ГИКе. я тоже смотрел, где студенты играют. Или в ГИТИСа. Это лучший был спектакль. То ли я была школьником, то ли... Ну, это был такой талантливый спектакль, вот лучше всех там Богомоловых вместе взятых. Слушай, я тоже на них ходил, на бесов. Тоже там, знаешь, там Сына Макаревича играл. Нет, не Сына Макаревича, нет на другого. Там еще Верховенский такой был пацан с белыми волосами, Дмитрий Сердюк, я его даже запомнила, гуглила его в школе, там все о нем узнала. Короче, мы так фанатели. Да, короче, театр, ребята, правда, очень хорошее средство, если вы, конечно, любите. Есть ребята, которые не любят театр. Вот я в Оренбурге ходил, но это дерьмо еще вообще. Ну, там может быть что-то ок, но мне очень нравилось, блин, как это называется, Зори здесь тихие, потому что там сцена есть, где девушки в бане купаются. Голые? Да, голые. И они голые бегают по сцене, и вот я в школьное время, я первый раз прошел, просто как-то мы там в компании какой-то ходили, и я увидел, я такой, офигенно, а потом, когда мы пошли уже вместе с одноклассниками, я купил бинокль. Они такие, ты что, задрот, ты что, дурак, ты пришел в театр, в театр же надо что делать? Телефон играть. Типа, ты что, будешь смотреть? Я такой, там есть что, на что посмотреть. Они просто не поняли, наверное. они не знали, что это будет, да, а я уже был подготовлен. В школьные годы ходил в театр Сфера в саду Эрмитаж, там прикол в том, что он такой более инклюзивный, то есть актеры очень часто как-то обращают там внимание, вытягивают. Вот недавно я ходил с женой, и тоже мы сели на первый ряд, и тоже меня втянули в спектакль, блин, это очень прикольно. Ну да, там женщина типа заигрывала со мной, там говорила, что вот мужики козлы, так на меня смотрят. Ну короче, не то, что они не вытягивают тебя на сцену, но они включают тебя в действия каким-то образом, косвенно. Я помню, в Google-центре водку давали, ну когда был спектакль, кому на руси жить хорошо. Сейчас же он уже закрылся, этот театр. Вот, и прям ходили и наливали, пейте. Прикол. То же было прикольно. Особенно школьников. Не, ну да. Вот, поэтому, мне кажется, театр, кино, если это кино, хорошее кино. Типа боевичок, это тебе не расслаблять никак, да? Нет, нет, нет. Я посмотрю кино какое-нибудь, и вот если, меня вот заставило задуматься как-то, я такой думаю, да, не зря посмотрел, вот прям кайфу. Но вот именно, да, вот этот процесс, когда ты задумываешься, это отдых. Прикольно, я люблю просто смотреть говнище. А если я вот, знаешь, посмотрел какое-то говнище, такой думаю, блин, нафига я это дерьмо посмотрел, время потратил. Да ладно? Да. Ты расстраиваешься? Я прям расстраиваюсь, я прям злой хожу. Мы вот недавно посмотрели с Агнией какой-то фильм. Я вначале такой смотрел, и думаю, да, 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 класс, класс, класс. И думаю, вот сейчас концовка будет суперская вообще. А концовка полная параша. Все испортили это. Я думаю, почему? Почему? Получается, это все было бессмысленно, что было вначале. Значит, я смотрел, радовался, надеялся на что-то, а этого не было. И знаешь, вот прям вот за что вот я потратил свое время на это говно? Я вообще с удовольствием смотрю говно. Как-то же я смотрел уроки конкурентов. В общем, ну да, нет, меня просто это, ну да, нет. Короче, меня это расслабляет, и все. Я впялюсь в экран. Я так, вот, ладно, я признаюсь, я так люблю шоу смотреть некоторые, например, «Гадалка» или «Беременна в 16» иногда могу посмотреть. Я такая сижу, вот тогда у меня мысли отключаются. Я ни за чем не слежу. Потому что я, ну как бы сразу, наверное, ты бы знаешь, что это говно, но при этом это как-то может отвлечь, что ли, от каких-то проблем. Так что, если вы смотрите, не стыдитесь. Я с вами, я иногда смотрю, вот действительно люблю. У нас недавно преподаватель ОГЭ, Артем, он делал обзор на это шоу. На «Беременна в 16». «Беременна в 16». Поэтому не только Оксана, не только девушкам это интересно. А, не, ну так я тоже, кстати, смотрю, я знаю. Ну все, понятно, конечно. Ну ладно, я не смотрю. Ну я знаешь, что, я Хованского смотрю иногда, и еще почему-то вот Дробышевского, вот я, знаешь, вот ложусь. Я не знаю. Ну это там, этот... Блогер для старых. Блогер, который изучает это происхождение человека, антропология, да. Вот, я что-то включаю, и вот там, как пили алкоголь древние люди. И я такой думаю, ну в принципе, наверное, не очень интересно это было бы услышать. И вообще, какая мне разница, как они это делали. И он такой что-то рассказывает, ну вот, если судить, там что-то там, то получается, расщепляющие клетки эволюционным путем появились у всех примерно тогда-то там в палеолите там. И начинает, я точно знаю, что я это не запомню. Мне это не пригодится. И вообще, нахрена мне это знать? Ну вот просто как-то вот, какой-то поток информации мне идет, я такой, ага, ага, и засыпаю. Я прям с того, что я засыпаю. Я стал смотреть Тамару Дельман. А кто это? Это по истории, лекции по истории. Короче, мне Стас сказал, что это так себе лекции по истории. И сказал, вот посмотри вот этого чувака. ну какого-то там, ученого там, все дела. Я посмотрел этого ученого, но он так неинтересно рассказывает. Ну просто, он просто скучное мудло. Я не знаю. Я говорю, Стас, он скучное мудло. А ты как же, как же? Это она, а он, она. И в итоге я смотрю Дельман, и прикольно. Ну как бы важно, важно, как человек подает информацию. Хотя она просто сидит в кадре и рассказывает историю. Да. Но мне это интересно. Короче, залипать норм, да? Норм. Но опять же, вот почему ТикТок, я категорически против него был, для себя. Потому что у меня от этого пухла башка. Может быть от того, что из-за этой клиповости. Пять секунд, пять секунд, пять секунд. У тебя все время новые сюжеты, и они же где-то должны здесь умещаться на какое-то время, и все разбухает от этого. А когда там смотришь просто ролик, ну это единый сюжет, единая линия, и вот она не так много, может, в голове занимает просто. Вот. Спорт. Займайтесь спортом. Три раза в неделю. Да. Что, реально, да? Как? Ну, с каким? Ну, фитнесом с тренером по ватсапу. Звучит как... Звучит как старость. А вот как звучит старость. Не, ну мне, кстати, нравится. Можно переименовывать видео «Молодые троллят старого» на протяжении 45 минут. Я уже, знаешь, я уже привык даже. Ты уже 53 года занимаешься с ним, да? Ну, не знаю, ну, года три занимаюсь. Ничего себе. Есть какой-то эффект? Какие-то измерения там? Конечно. Нет, ну я просто не знаю. У меня мышечный корсет есть, у меня не болит спина, шея у меня не затекает там. Ну и просто, я не знаю, как-то... Я даже вот недавно сходил, типа, проверить там для всяких этих справочек, как у меня сердце, вы знаете, у меня были шумы в сердце, и мне измеряют, такие, а у вас что-то утолщение какое-то, вы спортом занимаетесь? Я такой, ну так, чуть-чуть, да, они такие, ну у вас вот сердце, как у спортсмена, вот продолжайте так же дальше, не больше, не меньше, вот, и, ну мне приятно было услышать, да, что это, типа, позитивно сказано. Здоровье. В целом. А, да, я даже четыре раза занимаюсь, я занимаюсь понедельник, вторник, четверг, пятница, вот, четыре раза в неделю, с утра. А как ты занимаешься по ватсапу? Смотри, беру камеру, такая, да, занимаюсь, занимаюсь, здорово, здорово. Да, ногу поднимаю, пресс качаю. Типа ты снимаешь, отправляешь ему или как? Не, не, ну я это, звоню ему по видео, по ватсапу, и он через наушник мне говорит, что делать, но я столько раз уже все это делал, что я уж там на автомате понимаю, как это делать, но так он мне вживую раньше ставил технику, чтобы я правильно там. Ты в зал раньше ходил? Да. Ты перестал ходить? А сейчас ты где занимаешься? В зал перестал ходить, когда этот, ковид начался, эпидемия. Вот. Начал заниматься домом? Да, дома. У меня там штанги есть, всякие гантели, чтобы лежать вот так, поджиматься, ну все есть. Вот. И, ну вот сколько, три года занимаюсь, и продолжу, думаю всегда продолжать. Но мне нельзя ни в коем случае заниматься без тренера, потому что я просто максимально большой болт кладу на это, если меня никто не заставляет. Это вот вещь, которую кто-то должен сидеть и заставлять меня. Вот физикой меня не должны заставлять заниматься. А вот тренировки, блин, просто вот из-под палки. Ну спорт помогает тебе тоже вот в разгрузке какой-то, в том, чтобы мы говорим про выгорание в целом. Мне кажется, да. У тебя был период, когда ты не занимался спортом? Как ты себя чувствовал? Ну, как-то вот некомфортно себя чувствовал. То есть, я... Это то, что я и хотел услышать. Не, ну правда, то есть... Не, я, конечно, радовался, каждый раз когда отменяется, там что-то по какой-то причине я не могу заниматься, но если вот там неделю я куда-то уезжаю, вот как-то мышцы привыкают просто вот, и когда начинается тренировка, и вот ты опять там что-то поднимаешь, такой, я чувствую силу, я чувствую в себе мощь. Вот вот такой какой-то прилив энергии есть, да. Сила и байонита. Да. Куда направлено? Везде. Вездесуще. А тебя как со спортом? У меня примерно так же, как у Сани, только не по ватсапу. Ну, я просто в зал хожу недалеко от дома. Тоже фитнес. И занимаюсь там с тренером, да, силовыми тренировками. Ну, как силами, но вот фитнес, наверное. Типа тоже. Да, 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 вот, и два-три раза в неделю, вот, тоже хожу, ну, минимум два. Регулярно ходишь? Но два минимум регулярно. Прям каждую неделю? Вы откуда такие дисциплинированные? А третий, когда прям меньше нагрузки, я беру третий еще раз. Ни у кого не было, вот это купил карту на год, сходил два раза. Нет, у меня было сто раз без тренера, когда я сама покупала и не ходила, просто деньги тратила. А когда есть тренер, ну, ты просто потеряешь деньги, если ты не придешь. Мне сейчас карту, у меня жена записалась, там, несколько месяцев назад, мне карту подарили. Я, во-первых, и для того, чтобы она активировалась, она карта на месяц, ну, вот, чтобы ты попробовал, позанимался, и для того, чтобы она активировалась, нужно сходить один раз. Хотя, ну, первый раз сходил, она активирована. И с этого момента месяц. И вот я сходил, через четыре месяца. Они такие, ну, после тренировки хотите покупать? Они такие, нет, я, в этом году я больше не планирую. Я, наконец-то, сэкономил денег на фитнесе. Нет, я не занимаюсь вообще, но мне что-то иногда так жалко, я думаю, а что же я не занимаюсь ничем? Вот. И все равно не занимаюсь. Тупые сожаления. Не жалейте ни о чем. Так, ну, давайте еще обсудим вопрос тусовок. Насколько вообще это помогает заряжаться энергией, и вообще помогает ли? Блин, мне помогает. Да? Ну, вот, самые клевые тусовки в моей жизни, это, так получилось, это тусовки, которые мы сами организовали с учениками. Ну, то есть, потому что это просто весело, ну, типа, просто круто отрываешься под музыку, которую сам ставишь, вот, с ребятами, с которыми нравится, ну, в общем, меня, вот эти тусовки, которые у нас в этом году тоже прошли, в пяти городах, получается, меня это сильно зарядило. Две вещи есть, да, оно меня зарядило эмоционально, но и высосало энергию. Я не знаю, как это возможно, но это дает тебе куча, вот, я вспоминаю сейчас с удовольствием про это, да, но в момент, вот, ты, ты просто, ты падаешь вот так, и сидишь, у тебя, ты опустошен. Поэтому, может быть, краткосрочно это так себе сказывается, может быть, кстати, поэтому я в октябре потом чувствую себя плохо, плохо, и мне нужно отдыхать. Но глобально я рад, что я тусовался. Ну, не, ну, понятное дело, что такие тусовки часто не происходят, да, а вот то, что вот на регулярной основе надо. Тебе каждый выходной в падике посидеть? Ну, да, или в барчик сходить, там. В барчик, в школе что? В барчике? В школе, вот вы, ну, сейчас мы говорим о тусовках. Вот у меня даже в станице не было даже дискотек никаких, там не было ни одного кафе, подъездов тоже нет, потому что дома частные, то есть только максимум у кого-то на хате, но... В гараже не сидели? У нас нет гаража, ну, гаражи у нас нет, как бы отдельных какого-то. В сарае, на летней кухне. В сарае есть, летняя кухня есть, но только вот у кого-то дома, но там, как правило, родители, потому что родителям некуда уехать, они не уезжают в Сочи на выходные, как правило. Хотя живут рядом. Хотя живут рядом, но денег нет у многих. Вот, и с этим было проблематично, вот только у кого-то на хате, но это редко, когда кто-то куда-то уезжает или уходит, вот, и где вот школьникам тусить? Или там пить пиво? В торговых центрах. В торговых центрах, да, если они есть. Ну, если есть, но во многих городах. Во многих городах, я думаю, есть, даже вот все-таки в городах, да. Где есть торговые центры. В Киевсе, да, можно тусить. Да. На выходные. Вот школы выделяют какое-то помещение под тусовки для вот школьников. Блин, прикольно. Для старшеклассников. Очень круто. Это прям на официальном уровне, чтобы они не валялись где-то там по скамейкам. Валялись, понятно где. хотя бы. Но им там разрешат алкоголь? Да, они там что хотят, то и делают, да. Не, ну там вообще официально все это запрещено, но, естественно, находится какой-нибудь старшак, которым уже 21. Там с 21 только алкоголь можно. Там, знаешь, с 18 можно трехградусное что-то покупать, а когда тебе 21, ты можешь там, не знаю, водку купить. Вот. Ну, естественно, все просят его купить. Прикольно, кстати, помещение для тусовок, которое под присмотром, которое безопасно. Да. Да, и там, ну, естественно, наверное, какой-то контроль есть. Это же дети все-таки, ну, несовершеннолетние. И вот они там тусуются. Вот. Ну, да, к сожалению, я вот тоже так вспоминаю. Но у меня были, конечно, друзья, у которых постоянно, родители на работе сидели, я там приходил к ним и там мог пивка попить и мог вообще как-то потусить. Я вообще за тусовки, на самом деле. Ну, мне кажется, что, ну, алкоголь, это не продуктивно, это на работу влияет так себе. типа, у тебя, смотря как у кого организм еще настроен, я вот выпью, у меня на следующий день всегда башка болит. Вот всегда. Ну, это ты прилично, наверное. Не-не, пять двойных негрони, и это только начало. Ну, короче, я пью прилично, почему? Потому что даже если я мало выпью, мне все равно болит голову. Вот почему. Тогда зачем пить мало? и вот, ну, как бы это так себе сказывается на работу, но вот если ты просто вышел, типа, потусить, да, собраться с друзьями, ну, с корешами, что-то поржать можно, посидеть, это расслабляет, мне кажется, очень хорошо, прям разгружает мозг, и ты положительными эмоциями напитываешься. Еще бывает, когда у тебя все плохо, и ты вот такой пришел, грустный, да, а потом как-то развеселился, вроде все стало нормально, и ты пошел там потом... Ботать планик. Да, дальше работать. Ночь. Ну да, ну вот не знаю, у меня тоже как-то вот это периодами увлечения, алкоголизмом, так сказать, вот, то есть я, какой-то день я прям думаю, как же круто пить вино перед сном, вот это вот наливаю вино, ем сыр, такой... Аристократ. Какой же я вообще успешно застой. Молодой аристократ. Вот, потом думаю, блин, все, вино надоело, кислятина. Вот, вот хочу в барчик, и начинаю в барчик, там, пошел один день в барчик, второй день в барчик, пивко пью, такое вкусное, Гиннес прям вообще тает во рту, и все так... Пропаганда какая-то алкоголя началась на канале. А потом, просыпаюсь в очередной раз, блин, я вообще вот из-за того, что я вот это пью, все это дело, я вот уже вообще какой-то алкоголик, стал. У меня вся моя жизнь происходит под этим каким-то дурманом. Я себя вообще... В Бугаре пьяна, у тебя и у тебя найду. Да, я вообще, ну, собой перестаю управлять, и как-то... У меня уже все это не лезет. Я такой думаю, блин, как же круто не пить. Вот я не пью сейчас вот два месяца. Поддерживай. Вообще? Ну, да, но я еще заболел, и мне как-то и не хочется. Я и не курю, и не пью. Знаешь, я когда выпью, я иногда там могу покурить. А тут я... Ну, если не пью, мне и курить не хочется вообще. И думаю, блин, как же клево. Вот я все время в здравом сознании, я нашел себе увлечения, которые приносят даже больше удовольствия, чем, ну, там, употребление алкоголя, когда вот мне это нравилось. Что, сегодня в бар, понял? Ну, не, я сейчас выздоровлю, пойдет. Это на таблетках? Ну, да, да. На спиртовых, так. И капельницы спиртовые ставят. Просто томат. Ну, не знаю, пропаганда это или нет, вот просто вот про себя рассказываю. Мне кажется, типа, ну, алкоголь это не способ для отдыха. Ну, типа, это вообще не отдых. Вообще, пить, пить много, так себе, мне кажется. Вот я, ну, я люблю бокальчик, там, коньяка. Он, знаешь, он дает в моменте, а забирает в более, ну, в более длительном периоде, так сказать. И дает себе, что в моменте? Круги по глазам. Да, но вот, когда это, короче, в длительной перспективе все происходит, то ты понимаешь, что ты только в минус уходишь. Да, да, да вообще, такое подростковое употребление алкоголя, такая штука, которая прям супер опасна. Да. Я знаю человека, нашего ученика, нашего всех, кстати, учеников, по-моему, я тоже, как его зовут. Не надо, как его зовут. не буду, да. Вот, который, который очень классно сдал ЕГЭ, поступил в московский вуз, а потом, вот как бывает, вот уехал от родителей, но он хотел это, пить алкоголь, да, и потом так много, видимо, его пил, что даже заболел как-то, я не знаю, связано это или нет, но в итоге вылетел из университета, и такие вещи, они не помогают. В общем, это непродуктивно. Ну, однозначно, да. Это не сопутствует успеху, наоборот, его тормозит. И кажется, что, да и для отдыха это, ну, такой момент, я имею в виду, что никак это не поможет ни в угорании. Мне кажется, наоборот, что алкоголь, это та штука, которая подталкивает к угоранию, потому что у тебя, ну, тебя качает еще больше. Ну, это депрессант. Алкоголь — это депрессант, на самом деле. Это что значит? Ну, больше выгоняет тебя в депрессию. Если ты был предрасположен, ты бахнул алкоголь, а у тебя больше шансов заработать. Ну, короче, это получается, что штука, которая, наоборот, подталкивает тебя к угоранию. да. Поэтому я за тусовки без алкоголя. А еще, вот, по опыту моих учеников, я знаю, что в 11 классе многие сталкиваются с такой проблемой, как совмещать подготовку к ЕГЭ и отношения. И даже, что уж говорить, у меня у самой был такой опыт. Да, когда я готовилась к ЕГЭ, а я все-таки ставила четко цель — уехать. Ну, я хотела в Москву или в Питер. От парня. Ну вот, и я встречалась... Или с парнем ты хотел уехать? Мат, кстати, тоже. Вот. И, короче, мы с ним встречались, то есть даже вот в 10-м, в 11-м он там меня поддерживал, там, когда я выигрывала, там, регион по литературе, все такое. Но, знаете, чем больше я учила, ну, как я себе это говорила, чем больше я становилась умнее, тем у меня такая корона на голове больше была. И я такая, ну, начала понимать, что, ну, вот он был... Это было круто в 7-8 классе, когда у меня был парень, старшеклассник. Но, наверное, сейчас, ну, типа, вот здесь он недостаточно умный, а здесь он там недостаточно красивый, а здесь там еще там что-то. И вообще он мне говорит поступать тоже в Кубанский на филфак или на журфак и, типа, снимать квартиру вместе. А я хочу этого. А еще меня замуж зовет, а я хочу замуж. Вообще нет. И в итоге я приняла решение, ну, вот мы с ним расставались несколько раз из-за вот этого. В 11-м. Из-за того, что, ну, даже не из-за того, что мне было сложно совмещать, потому что мы с ним виделись только на выходных, так как он учился в Краснодаре, а я была в станице, в школе. Вот. И у нас не было особо времени, там, как-то, да, там продалбываться по будню. А ты в 7-м классе начала с ним встречаться? Ну, получается, летом после 7-го, да. Капец. Ладно, давай мы не будем сейчас поднимать эту тему, иначе тоже придется убирать эту часть. Блин, чувак вообще отбитый. Ладно, все, все, извиняюсь. Да ладно, что, ну, в школе тоже, мы с ним в школе познакомились. Блин, он в 11-м, ты в 7-м, это нормально? Нет, он не, получается, получается 7-м. Нормально, нормально, это, м-м-м, да ладно, восьмиклассница. да, да. Я вот когда слушал эту песню, я думаю, вот этот Сой вообще придурок, озабоченный. Да ладно, он что озабоченный. Ну ладно, ну и короче вот мы расстались, но на самом деле там был повод для расставания, не то, что вот я ему объяснила, я тебя люблю, но я там, ну не могу, потому что мне нужно поступать, я хочу там добиться там, не знаю, чего-то там в жизни, ну кого-то прям, не знаю, образования хорошего, допустим. И на самом деле было не так, потому что в то время я уже начала ездить на Олимпиады, все раз в Узовские Олимпиады, и там, конечно, было много мальчиков, они были умными, они были историки, там, литераторы, и короче, я такая... А он-то смехматый. А он смехматый. Тупой. Не то, что тупой, понимаете, общий интерес и всё такое, вот эта вот романтика, и естественно, у меня там на все разы были какие-то интрижки с другими там парнями, и короче, я начала тесно очень общаться там, по скайпу, тогда ещё не было вроде бы зума, ну вот с тем парнем, с которым я познакомилась, но он, правда, тоже козёл был, но это неважно, типа, я такая, всё, он классный, а этот мне не нравится, и, в общем, мы с ним вот расставались, в итоге расстались вот из-за вот такого повода, я сказала, что вот мне и другой нравится, и мне надо к ЕГЭ готовиться, и вот он умный, и типа, и я тоже хочу быть такой же умной, и я вот буду стремиться. Как это сказывалось вот так на твоей подготовке? Сказывалось очень плохо, в плане, что это, конечно... Ты говоришь, зашкварных историй у тебя нет. А это что, зашкварных? А это что, зашкварная история? Ты послужилась с пацаном, замутила в это время с другим, что-то там туда-сюда, шурмур от ты не... Это вроде не зашкварных. Ты не умный, всё. Вот. Когда вы перестали верить в любовь? Я ещё в школе перестала. Вот. И, короче, так получилось в итоге, что я не спала по ночам, потому что, естественно, как-то на меня это... Ну, мне было, во-первых, жаль, потому что всё-таки мы встречались больше трёх лет. Ну, это всё-таки большой срок. И я не спала по ночам, во-первых, потому что вот я переживала расставание, во-вторых, потому что, типа, мне казалось, что я влюбилась вот к какому-то другому парню, и мы с ним... Ну, не по ночам, естественно, в скайпе разговаривали, но мы могли переписываться по ночам, и, типа, там, ты ложишься спать в три, в четыре утра уже. Тебе-то раскачивало. Да, это вообще. И, то есть, я вроде бы готовилась. У тебя здесь негатив от расставания, здесь у тебя бабочки ворвают. Здесь какие-то были такие эмоциональные качели, типа, в школе я была достаточно агрессивна, до сих пор мне стыдно перед учителями, но я иногда себя не очень хорошо себя, ну, именно вела как-то, провоцировала специально. Так что, прошу прощения, если кто-то это когда-то увидит. Вот, то есть, это очень плохо влияет на эмоциональное, прежде всего, состояние. Поэтому... А всё, что плохо влияет на эмоциональное состояние, соответственно... Мешает подготовке. Только помогает выгоранию. Да, да. Это способствует. А у тебя что-то было в 11 классе? Мутил? Ну, я ни с кем не мутил, да. Но очень хотел. Вот, ну, естественно, у меня там с 12 лет всё время был какой-то объект обожания, и, ну, какие-то девочки очень нравились. Ну, когда-то мелкие нравятся девушки постарше, вот, ну, потом начали... Потом наоборот. Потом наоборот, да. Ну, как-то потом сверстницы, да. Ну... А потом уже не надо это дальше продолжать. Ну, Агния младше меня на 2 года, если что. Вот. И... В общем... Ну, знаете что? Вот, ну, мне это давало какие-то творческие ресурсы, так скажем. Я вот эти все свои переживания и влюблённости воплощал в творчестве. Я там писал песни на гитаре, писал стихи, и... Ну, мне кажется, это мне помогло развиваться как-то... Не знаю, духовно уместно ли здесь это слово. Да. Ну да, в общем... То есть... Я даже не знаю, ради чего я это всё делал, вот эти вот песни писал. Для чего? Ну, чтобы там показать кому-то объект обожания, но я ни разу даже не исполнил их. Ну, вот просто в итоге мне это много дало, потому что, ну, всем нравились там мои песни, моим одноклассникам, и они такие, вот, Саня, сыграй там, и мне удалось даже благодаря этому стать, ну, вот, более заметным человеком в каких-то компаниях. И, возможно, даже в работе я это тоже сейчас использую. Да. Ты как лирический герой из песни «Басты». Да? Выпускной. Да. Юленька. Потому что она начала мультить на какой-то олимпиаде с другим человеком. У меня что? Не, у меня было подружание в 11 классе. Что-то... Ну, я как-то так относился. Ну, типа, клёво, конечно. Что-то на уроке сидишь, переписываешься, она была старше. Мне повезло тогда. Крутой. Я был очень крутой. Тогда только. А потом она мне кинула. Потом я уже был не очень крутой, но, по-моему, она поступила очень экологично и кинула меня после того, как я ЕГЭ сдал. Ну, да, это хорошо. Поэтому было... Ну, как бы меня это, я думаю, что не раскачивало. Может быть, наоборот, вдохновляло. Короче, что тогда сказать? Вот, если встречаетесь, договоритесь, до ЕГЭ не расставаться. Просто, типа, что бы ни произошло, давай вот всё после ЕГЭ. А сейчас сделаем вид, что всё круто. Нам нужно поговорить после ЕГЭ. Ну, мне важно, что тут сказать тебе. После ЕГЭ. Я тогда такая, после ЕГЭ с животом. Слушай, ты раньше не сказал. Ну вот, ЕГЭ кончилось. Здравствуй, взрослая жизнь. В общем, да, детей тоже не надо до ЕГЭ. Да, детей не надо до ЕГЭ. Я думаю, вряд ли кто-то думает, что надо. Да, слушай, мы ловимся. Может, никто не думает. Если кто не знает, да, то надо предохраняться. Презервативы, антизачаточные, все дела. И как бы и не будет у вас детей. Или вовремя. Ладно, всё. Это, кстати, не является средством катастрофе. Да. Прерванный половой акт не является средством катастрофе. Ты такой... Да, я не знал. Ты такой... А ведь верность. Тёпать. Последничка. Когда такая получилась? В общем, да. Отношения, они могут вдохновлять и могут помогать. Скорее всего, вы с этим человеком расстанетесь. И когда-нибудь вместе будете вспоминать его как последнего козла. 99 процентов. Или к козлиху. Ну, может быть, вы нормально расстанетесь. А может быть, очень редко. Редкий вариант, что вы будете там женитесь, всё будет хорошо. Но, опять же, да, до ЕГЭ тогда уж реально не выясняйте никакие отношения. Не раскачивайте эту лодку. Доплывите. И потом можете разосраться как угодно. Но всё это потом. Какие могут быть разговоры? Вот, например, есть парень, девушка. И он говорит, хочу остаться в этом городе. Воронеже. А она такая, я хочу в Москву. И вот на этом почве может быть конфликт, который раньше времени завершится. Ну, доведите всё до ЕГЭ. Ну, посмотрите потом. Может быть, вы плохо сдадите и реально останетесь в Воронеже. Ну, может быть, да. Может быть, ты не сможешь поступить в Москву. А может быть, наоборот. За это время может много чего поменяться. И можно только зря разосраться и опять же провалиться в вот эту вот яму, где эмоции только негативные. Ну, а с другой стороны, может быть такая ситуация, когда вот мы сейчас посоветуем, там, типа, до ЕГЭ ничего не раскачивайте. И какому-то человеку, ну, будет прям очень плохо. Ну, типа, ему это будет мешать. Тогда, ну... Не засирай жизнь другому, терпи. Здесь вот, не знаю, спорно. А, вот, кстати... Тогда расставайтесь сейчас. Да, пока не поздно. Пока у вас есть время... У меня сейчас уже поздно. Всё, не расставайтесь. Да нормально, они сейчас расстанутся, до Нового года оклемаются плюс-минус. И потом полгода будет нормально готовиться к ЕГЭ. Да нет, они потом... Новый год, это слёзы. Хотя, может быть, Новый год, новая жизнь. И они такие, ура. Расставайтесь сейчас. Сейчас. Пока не поздно. Даже если вам нравится друг с другом, всё, хватит. Потом будет хуже. У вас шансов нет, это статистика, ребята. Всё равно разозрётесь рано или плохо. Вы думаете, что у вас обиды нет? Убили любовь. Да это не любовь. Да она вообще тебя не любит. Первая олимпиада? Да не надо. Она тебя использует. А он козёл. А она дура. И любили они друг друга. До ЕГЭ. Хорошо, спасибо всем за то, что посмотрели этот выпуск. Я не уверен, что на самом деле, что он полезен. Мы... Какой концепции у нас было? Мы обсуждали, на самом деле, как у нас это всё происходит. Где-то отшучивали эти, где-то говорили серьёзные вещи. Возможно, просто этот выпуск будет для вас кайфовым времяпрепровождением. И вы такие, типа, классно провёл, не знаю, час. Или, например, как Саня, вы наоборот скажете. Какая ужасная была концовка. Будете слиться, что потратили это время пустую. Но надеюсь, что вам понравилась эта школа 100-балин-репетитор. Саня, Оксана, Эрик. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok